А давайте сегодня про Олимпиаду. Все-таки важнейший спортивный турнир планеты. И закончился вот буквально только что. Беларусь принимала участие и даже кое-что выиграла. А мы не гу-гу. Давайте пробежимся кратко по Олимпийским играм 2020 в Токио. И начнем с футбола. Да-да, на Олимпиаде есть целый футбольный турнир. 16 сборных победителей, континентальных молодежных чемпионатов, 4 группы. Сначала игры между собой, две команды-победительницы проходят в плей-офф, а дальше матчи на вылет. Каждая сборная должна быть укомплектована игроками в возрасте до 23 лет. Допускается также не более трех взрослых футболистов в составе. В Токио олимпийские медали разыгрывали между собой сборная Франции, Испании, Германии, Румынии, Мексики, Бразилии, Аргентины, Гондураса, Южной Кореи, Австралии, Новой Зеландии, Египта, ЮАР, Саудовской Аравии, Кодди Вуара и хозяйка Олимпиады Япония. Пропуская ненужные подробности сразу о финале, где встретились не слишком фееричные, но быстрые бразильцы и уже привычно скучноватые, но вязкие испанцы. Бразилия, зная любовь Испании держать мяч, отдала инициативу сразу в надежде на свои ураганные контратаки. Испанцы тоже решили отдать инициативу в надежде вымотать бразильцев позиционной игрой. То есть оба плана на игру об колено. И матч, естественно, прошел скучнее некуда. Основное время – ничья 1-1. В экстратайме Бразилия немного пришла в себя, сумела таким втолкнуть второй мяч испанцам и второй раз подряд стала олимпийским чемпионом по футболу. Вы, конечно, спросите, а где белорусы? Где молодая надежда белорусского футбола, которую мы растим, рыхлим и поливаем? А наша надежда и гордость, наша олимпийская сборная – одна из самых стабильных в мире. Мы традиционно, стабильно никуда не попадаем. Хотя есть тренеры на зарплате, целый тренерский штаб на зарплате, а игроки на зарплате приглашаются на сборы на полном серьезе. Молодых и перспективных белорусов видели на олимпиадах всего один раз. В 2012 году команда Георгия Кондратьева приехала в Лондон, где получила по голове от бразильцев, получила по голове от Египта и вымочила победу у Новой Зеландии. А че так, спросите вы? А черт его знает. Может, надо деньги вкладывать в футбол, как в хоккей? Хотя нет, как в хоккей не надо. Там деньги есть, а по голове все равно получаем. На том и закончим с футболом. А теперь о том, как белорусы ездили на Олимпиаду 2020 в Токио. Коротко и по сути. Подписывайтесь и не переключайтесь. Это белорусский спорт, детка! На перот, хлопцы! Наши хорошие друзья из Париматч продолжают раздавать отличные бонусы. Регистрируйся и получай фрибет 30 рублей. Все подробности в закрепленном комментарии. Погнали! Итак, прошлогодние Олимпийские игры в Токио прошли этим летом из-за ковидной эпидемии. И, кстати, эта эпидемия никуда не делась. Во время турнира в Японии продолжалась новая вспышка коронавируса. А около 40 спортсменов из разных стран были отстранены от соревнований из-за позитивных тестов. Но все передовое человечество сцепило зубы и таки провело самый важный спортивный форум планеты на достойном уровне. 12 тысяч спортсменов соревновались в 33 видах спорта. И за месяц разыграли 339 комплектов Олимпийских наград. В результате в пятерке лидеров. США 113 медалей, из них 39 золотых. Китай 88 наград, 39 тоже золотых. Япония 58 медалей, 27 высшие пробы. Великобритания 65 наград, 22 золота. И команда ОКР 71 медаль, из которых 20 золотых. Если кто не в курсе, ОКР или по-английски РОК – это сборная России, которую из-за допинговых санкций Международный Олимпийский комитет лишил права выступать под своим флагом и гимном. А где белорусы, снова спросите вы. А белорусы под своим флагом и под своим гимном на 45-м месте с семью медалями, из которых только одно золото. И это самый печальный результат за всю историю национального олимпийского движения. В лучшие времена Олимпиады в Сиднее 2000 года у нас было 17 наград. Затем в Афинах в 2004-м – 15, а дальше по наклонной. В 2012-м в Лондоне – 10, в 2016-м в Рио-де-Жанейро – 9. А че так, спросите вы? А черт его знает. Наверное, в спорт надо вкладывать деньги. Но только повторяем, не так, как в хоккей. С другой стороны, сильно убиваться и рвать волосы на коленях тоже не надо. Литва с Латвией на двоих взяли 3 медали, а Украина, население которой в четверо больше, чем в РБ, всего на строчку выше. И 19 медалей с одним золотом. У Казахстана 8 бронзовых, у финнов 4, у Молдавии 2 награды. И все счастливы. Индусы при своих полутора миллиардах человек в стране взяли 3 медали, и медалисты у них – национальные герои. Так что давайте без фанатизма. Чем богаты, тем и рады. Хотя, надо сказать, у нас не пнешь – не поедешь. Пока бессмертный лидер национального белорусского движения не пригрозил не впускать в страну олимпийскую сборную, если они не прекратят туризм и не займутся, наконец, спортом, в копилке Беларуси вообще не было ни одной награды. И сразу после втыка посыпалось. Иван Литвинович взял золото на батуте. Затем бронзу взял прыгун в высоту Максим Недосеков. Позже серебра донесли борцы вольного стиля. Ирина Курочкина и Магомед Хабибко Демагомедов. Экипаж женской байдарки Маргарита Махнёва, Надежда Попок, Марина Литвинчук и Ольга Худенко. А бронзу взяли и гимнастка Алина Горносько и мастер вольной борьбы Ванесса Колодинская. Да, был шанс на бронзу у Владислава Гончарова на батуте, который оказался четвёртым. И у Ольги Мазурёнок на 50-километровом марафоне, которая чуть-чуть не дотянула и прибежала пятой. Но в спорте результат на табло чуть-чуть не считается. Но вопрос всё равно без ответа. В Токио поехало 108 спортсменов и вдвое больше тренеров, медиков, массажистов, замполитов и всяческих начальников. Для чего? Получается, что спортсмены, оставшиеся без медалей в остальных 29 видах спорта, скатались на Олимпиаду действительно как туристы. Конечно, а если бы был хоккей? Но стоп, о хоккее ни слова. Скандал с Тимановской – это вообще фееричная олимпийская вишенка на торте. Девушка, конечно, не Усейн Болт, которому вообще было всё равно, что бегать. И шансов на медаль у белорусов не было ни на дистанции 100, ни на 400 метров. Что с Кристиной, что без неё. С Тимановской надо было просто договориться. Но наши спортивные функционеры умеют только взнуздать и пришпорить. Поэтому получилось, как всегда, в стране скандал, национальному олимпийскому комитету позор, а Тимановской – гуманитарная польская виза и право продолжить спортивную карьеру в другой команде, за другую страну и другие деньги. На любой дистанции ей такое не светило ни разу. Ну вот, спасибо криворукому тренерскому штабу. Почему так? Спросите вы. Кто-то же должен быть виноват в том, что боксеры ложатся в третьем раунде, штангисты не тянут, метатели молота не метают, пловцы не плывут, прыгуны не прыгают, а бегуни в женской эстафете на 400 метров неправильно сдают допинг-пробы. Конечно, кто-то должен ответить. А давайте виноват им будет министр спорта Сергей Ковальчук. Кстати, кто это? А это офицер-артиллерист, всю жизнь проработавший в службе безопасности лидера Олимпийского движения страны. Его главное личное спортивное достижение – третье место по бильярду среди ветеранов органов безопасности стран СНГ. Еще вопросы есть? Ой, все, давайте лучше про хоккей. А у нас пока все на этом. Подписывайтесь, ставьте лайк, жмите в колокол. Скоро продолжим. Ютуб, Родный футбол, Беларусь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...